приветствую друзья не буду загружать мой фон а только шедеврами чтобы вы могли заодно посмотрите на меня и на шедевры ну вот что я хочу вам сказать кто не подписан на канал youtube пожалуйста быстро подписывайтесь ему так принято говорить так принято последнее время может потому что я знаю кто хочет и так подпишется кто не хочет никогда не подписывай ну почему я предлагаю потому что во первых сегодня я жду нашу милую обаятельную умнейшую даму людьми артемию которая актриса и играет много фильмов и она мне подарила лестницу в небо такая такая веревочная но она придет для того чтобы учиться рисовать и я хочу показать как рисовать авторский стиль так как в школах не учат поэтому это очень интересно потому что в авторском стиле чем больше ошибок тем богаче картина но это подховывает потому что тогда ты не боишься делать ошибки и раскрываешься и делаешь так как душа требует а технику немножко я просто покажу как краски размешать и все и жду краски вот у меня все краски есть кроме белый черный ну вот я жду вот сейчас курьер привезет краски белые черные остальные все есть желтые синие зеленые а вот белила ну что-то дефицит такой с этими билегами в Москве наверно более расходу моего такой материал но мне нужны краски у меня настоящий настоящий супер акрил это на века нарисую шедевр и на века потому что и вам советую когда вы детей учите рисовать чтобы ребенок не думал что вот он нарисует а потом вы взяли эту мусорную картинку чтобы он когда рисовал чувствовал что он как мигеланджело понимаете это же совершенно разные вещи ну ладно мы об этом рисовании еще потом поговорим но дело в том что я пока думал я смотрю в окно и смотрю как птички по зернышку зернышку так вот птичка сидит сидит вот там снег еще вот такой не совсем растаявший грязный такой у нас снег там на улице такое такие годины сейчас что и снег даже грязный ну что делать выживем друзья и моя школа чек будущего хомофутурс как раз для этого чтобы мы выжили достойно чтобы мы были здоровыми любили друг друга развивались были творцами а не только исполнителями и зомби поэтому я вот сегодня хочу начать серию нескольких встреч конечно я вам покажу как мы с милой людмилой артемии будем рисовать поэтому подписывайтесь кто не подписан и в телеграм подпишитесь потому что там тоже будет интересная дискуссия по новой теме я вам хочу вообще-то сказать о том что серию я хочу начать журналов электронной промышленности и попросить нашего сорокина николая выдающегося интеллектуала очень умного человека моего друга между прочим хочу похвалиться по крайней мере он так считает я так считаю что мы друзья которые проводят и ежегодно ежемесячно еженедельно праздники науки где у него там такие профессуры такая академия такие интересные люди которые прославлены давно своей ученостью и меня он туда включил я конечно горжусь этим я почему хочу с николаем сорокином тоже поговорить чтобы тоже посмотрели потому что он считает что это очень важно электронная промышленность то что я там пять лет работал как раз занимался научной организации труда но к этому отделу научном организации труда и создавал технологии и обучал 15 тысяч женщин не уставать с микроскопами потому что они делали микросхемы меня туда пригласили в армению этом работал пять лет директор был гениальный эдик александр петросян отдел был у меня большой где-то 30 человек и психологи и физиологи инженеры которые вместе со мной работали но я об этом расскажу потому что там была первая комната психологической разгрузки а серию я то я хочу посвятить как раз таки развитию психологической развития разгрузки потому что я когда смотрел вот на этих птичек которые клевали зернышки я вдруг вспомнил как владимир тарасов мне говорил который создал первую школу красных менеджеров с ссср и с которой мы вместе с радовым с тарасовым с писигином и зейдфудимом были там создавали программу для развития молодежи красных менеджеров он назвал потому что у слова менеджер просто было не принято и могли в чем-то обвинить за красных менеджер то есть так вот тарасов говорил никогда женщины не спорь особенно если она с тобой работает и подчиненная твоя все равно она тебя выиграет а я его спрашивал почему потому что она говорит вот ты о высоких материях говоришь она видит у тебя на штанишках пятнышко и ты потом попадешь интересный тарасов правда но такие он замечательные лекции потом читал я учился у него он ну ну потрясающий у меня когда спросите я вам о нем расскажу потрясающий сталина ну тарасов великий тарасов владимир там увидите в интернете когда я вам расскажу вахните какие потрясающие вещи мудрые так вот еще туда-сюда потому что я смотрел на птички и у меня ассоциация возникла тарасове которая сказал про штанишки и пятнышка и продаму которая может всегда увидеть и всегда победит мужчина именно в этом потому что она видит детали а мужчина где-то витает она видит детали и она может ему и сорочку погладить и пуговичку прыщить заодно подумать как накормить его лучше и так далее ну короче у нее немножко другой взгляд на мир и поэтому конкурировать не нужно у мужчин одни задачи у женщины другие задачи а есть такие умнейшие женщины вот как придет ко мне отем его умнейшая дама вы наверное знаете об этом сами вот пока ее жду я рассказываю почему а воробушках озернышках а тарасове а сорокине сорокины воробушки зернышки артемева электронная промышленность это поток ассоциации я хочу чтобы вы обратили на это внимание это поток ассоциации вот когда какой-то момент у вас голове возникает какой-то вопрос а вы находитесь в определенном состоянии которые например тесла называл абсолютом встреча с абсолютом мне так кажется что он это называл вот у вас какая-то ситуация вы проснулись например еще не до конца и на фоне этого состояния в режиме работы мозга именно в этой ситуации когда все отключено и вот вы сейчас о чем-то подумали какой-то вопрос у вас возник он мигом обрастает потоком ассоциации в русле этой темы вот это вот встреча с абсолютом эта встреча с нечто где нет шаблонов мышления где нет страха комплексов авторитетов такой чистый разум и в этом состоянии происходит генерация идеи ты о чем-то подумал и вот поток ассоциации как говорится все пазлы сошлись и вот я подумал о том я начал вчера уже ролики рассказывать о том как делать разгрузку психологическую я хочу сделать серию работу связи вот с моими гостями о том чтобы развернуть эту тему потому что я вам хочу рассказать какая психологическая разгрузка комната была в обогане восемьдесят первом году куда меня пригласил леонид павлович гримак который занимался он меня и в центр подготовки космонавтов привез то в то время выдающийся психолог который написал много книг и у него значит профессор доктор наук у него значит книга есть такая даже моделирование состояния гипноз ну гримак после того как я сделал доклад на научно-техническом совете как я поработал с космонавтами создал модель невесомости и как они демонстрировали как у них рулоки всплывают и так далее но там тоже могу рассказать потом и потом мы с ним и с его женой ехали в электрички до москвы назад и звезды и он говорит они заправдательные для тебя армян а я же ничего не понимал еще тогда что он имеет виду он имел ввиду там как раз таки вот это объединение позиции с заводом сириус в армении городе обоган как раз и где там есть комната психологической разгрузки и там выдающийся директор петросян вы представляете петросян 150 килограмм веса руки вот такие вот когда он две трубки телефона держал видео совещание значит сидят там у него люди он ведет по двум рукам сразу разговаривает одновременно ведет совещание и одновременно спит имя его эдик видит александрич ну я его очень любил да очень любил он был такой проникновение он умел прогрессивные идеи высветить и показать всему миру но это армянская особенность мы впереди всех и так далее да и он помог мне потому что там у него первая в была комната психологической разгрузки для операторов микросборки чтобы женщины группами могли приходить в эту комнату смотреть на панорамные слайды с видами природы слушать шум бегущей воды слушать музыку а потом включался аутотренинг да еще пили кислородный коктейль потом включался аутотренинг и вот они смотрели сидя в этих креслах оторвавшись от всего производства всех проблем жизни оторвавшись от чего они смотрели на эти слайды большие с панорамными такие с видами природы шум бегущей воды и они расслаблялись и под записанный на магнитофон голос гримакали они допел по получи которые аутотренингом для военных летчиков тоже занимался и там такое я управляю своим организмом такой мужской косы я управляю девушки сидят представляете я управляю полностью управляю своим ну короче ко мне министр один приехал здравоохранения тогда не помню уже кто тогда был российский союзный министр приехал он тоже сел в это кресло потому что петросян всем хвалился этой комнаты разгрузки вскочил потом а я не управляю своим организм ну короче нестыковка получалось и короче говоря петросян меня пригласил и леонид павлович меня познакомил для того чтобы я там усовершенствовал я усовершенствовал вместо я управляю по аутотренингу старинному я придумал обучение операторов микроскопистов чтобы они меньше уставали за микроскопами а это была электронная промышленность и это была задача номер один чтобы люди делали микросхемы и чтобы они не выгорали давление чтобы у них не прыгало глаза чтобы не портили лучше чтобы спали чтобы качество продукта было хорошим потому что этот продукт что у нас спутники и так далее это бич был зрительная утомляемость так вот конечно я там придумал и в этих журналах электронная промышленность моей статьи я придумал даже промышленную психофизиологию ну короче я потом расскажу если кто уже знает это хорошо будет задавать мне более профессиональные вопросы почему я так долго об этом говорю потому что я хочу эту серию начать будет всего несколько встреч там две-три встречи но с разными людьми и очень бы хотел конечно шею свою дочку пригласить потому что именно она придумала тогда идею вот этих разгрузочных мероприятий по всей москве вот в парикмахерских там в ателье мод там и так далее она придумала но не случилось потому что ну тогда вот шли в социальные экономические изменения в стране и люди еще недопонимали что значит разгрузка разгрузка но потом сюда заехала в страну очень много всяких которые учили ссср людей и гипноза учили там и медитации учили это тренингом учили но у нас своими то ли все нас на взрыву завозили еще что-то завозили и люди вот у нас быстро учатся и они переваривали все это что привозили а то чем мы серьезно занимались адаптировано под нашего отечественного человека с его ментальностью его культурой с его воспитанием и образованием вот это именно разгрузка которую моя дочка хотела сделать массовой для всех а не только для заводов электронных но не получилось но я ее хотел пригласить потому что она в истории развития этого дела и у него там были идеи в этом смысле но у меня когда у людей неважно дочь моя сын мой тоже психолог у них идея когда у них у детей такие возникают гениальные конечно я ими восторгаюсь ровно так же так я восторгаюсь и была гениальная идея которая появляется у участников нашей школы человек будущего homo futurus основателями которые я и они являются я вам расскажу об этих идеальных и гениальных и оптимальных идеях так вот я заканчиваю тем что я жду сейчас артемова я и тоже хочу это рассказать как она себе представляет как нам дать сегодня людям всем виртуальную комнату психологической виртуальной чтобы каждый человек мог получить прямо карманный стадион но вытащил из кармана надул шарик шарик раздулся большим стал и и он там разгружается виртуально для этого у нас вот градусник напряжения есть десять это что ноль это бизнес бизнес без мятежность нирвана это шторм это страх это боль а это душевная благодать как после хорошей молитвы или ванны ну что я хочу сказать друзья подожжем артем скоро она придет я жду с большим нетерпением с приятным ожиданием сделать для вас праздник и завершая свои слова тем что я хочу сказать вот ассоциация у меня возникла глядя на птичек как они по зернышку клюют это была свободная ассоциация а когда я думал о том как же вам рассказать про комнату психологической разгрузки у меня всякие эти разные ассоциации вот сейчас и то что придет артем его это что картина это что мы будем говорить сороки они выстроились тренде этой ассоциации то есть по существу они выстроились в ряд как сошлись все пазлы весь подсознательный багаж информации организовался в этом направлении так вот есть свободная ассоциации которые о том о сём о том о чем мы думаем иногда мы там немножко отдыхаем или там переживаем а есть вот это когда вы думаете над чем-то и весь багаж ваших знаний подсознание а он бесконечен и все что вы видели что вы слышали что вы думали там где-то думали и так далее кого-то вдруг и вдруг все это вспоминается все пазлы как говорятся сошлись в едином направлении решение этого вопроса вот чем тесла занимался вот чем я занимаюсь его чем я обучаю людей изобретательство я вот чем обучаю людей чтобы озирение озарение по заказу чтобы вы могли какую-то мысль вопрос который никак не можете решить чтобы вы могли подключить к решению этого вопроса состояния между сном и божественным нулевое состояние безмятежности и задаваясь там каким-то вопросом возбуждали генерации ассоциации мысли этой темы направление таким чтобы пробуждались и вдохновлялись по своему заказу в нужном направлении и так друзья до встречи ждем сегодня от чем его